Итак, всем доброго-доброго времени суток. Мы рады вас очень видеть. Вас приветствует команда «Видопульс». Я очень рада, что у нас сегодня мало опоздавших. И у нас с вами начинается бесплатный курс по основам физиологии. Начинаем мы с вами с темы «Физиология крови, плазма крови». И наш прекрасный спикер, многие из вас с ней уже знакомы, зовут Елена Алексеевна Арчебасова, врач, кандидат медицинских наук, а также доцент кафедры нормальной физиологии. Прошу любить и жаловать ваши вопросы, пожалуйста, пишите в чате, но ответы на них вы получите только в конце лекции. Всем хорошего часа. Слово Елене Алексеевне. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем серию вебинаров, посвященном основам физиологии. Первый раздел, который мы будем рассматривать, посвящен физиологии крови. К этому разделу отводятся два вебинара. Тема сегодняшнего вебинара – плазма крови. Разобрав основные физиологические аспекты, рассмотрим возможности АПК «Ведопульс» по оценке раса Кату. Итак, начинаем. Кровь. Нужно сказать, что кровь относится к внутренней среде организма, которой также относятся лимфа и тканевая жидкость. Сколько же крови в организме человека? Оказывается, что кровь в организме взрослого человека примерно от 6 до 8% от массы тела. То есть, если мы возьмем среднее значение 7%, то у взрослого человека массой 100 кг в организме будет примерно 7 литров крови, у человека массой 50 кг примерно 3,5 литра крови. Если же говорить о детях и о детском возрасте, то соотношение количества крови к массе тела ребенка несколько иное, так как в целом объем жидкости и в целом воды в клетках в организме ребенка больше. Если взять новорожденного, то у новорожденного количество крови составляет примерно 14% от массы тела ребенка. Значит, у новорожденного ребенка крови примерно около 400 мл. И так, из чего же состоит в целом кровь? Кровь – это одна из тканей нашего организма, которая состоит примерно, как видно из представленного слайда, на 90% из воды. И только 10% отводится на сухое вещество. Если же посмотреть кровь в результате центрифугирования или просто набрать кровь в пробирку и оставить ее на некоторое время, то мы увидим, что верхняя часть пробирки через некоторое время будет представлена светло-соломеного цвета жидкостью, которая и будет являться плазмой. Снизу же пробирки мы увидим образование красного цвета, где будут находиться уже форменные элементы крови. Итак, плазмы в крови примерно находятся около 60%, тогда как на долю форменных элементов крови находится примерно около 40-45%. Форменные элементы крови в основном представлены клетками эритроцитами, их больше всего, и именно эритроциты придают крови красный цвет. Но об этом мы подробно будем разбирать на следующем вебинаре. Сегодня же мы говорим о плазме крови. Итак, плазма крови. Жидкость светло-соломенного цвета, которая состоит из воды и сухого остатка. Если говорить о сухом остатке, то он подразделяется на два основных компонента. Это, прежде всего, органическое вещество, которое представлено белками, липидами, глюкозой, различными гормонами, которые находятся в крови, витаминами, продуктами метаболизма. А с другой стороны, сухое вещество плазмы крови включает в себя минеральный состав. Сегодня мы разберем основные показатели как органического компонента, так и минерального состава. Все, что определяется в биохимическом анализе крови, наверняка все хотя бы единожды в жизни биохимический анализ крови проделывали и получали результаты на руки. Это все эти показатели, которые определяются, их определяет как раз состав плазмы крови. Итак, начнем с органического компонента. Если говорить об органическом компоненте плазмы крови, то начнем с такого представителя, как белок плазмы крови. Выделяют такое понятие, как общий белок плазмы крови. Норма общего белка плазмы крови для взрослого человека составляет от 60 до 80 грамм на литр. Если мы будем говорить опять же о детском возрасте, то показатели белка несколько снижены – 47-72 грамма на литр. Итак, это показатели общего белка. Общий белок, в свою очередь, разделяется на белковые фракции, к которым относятся альбумины, глобулины и бибриноген. Роль белка в организме невозможно переоценить, она огромна. Прежде всего, нужно сказать о белке следующее. Запасов белка в организме не существует. Допустим, мы можем с вами говорить о запасе жира или о запасе глюкозы в организме. Запаса белка в организме нет. Поэтому белковое голодание просто недопустимо. Итак, белок. Какую же функцию он выполняет? Ну, прежде всего, белки, как видно из представленного слайда, выполняют транспортную функцию. Именно благодаря белкам, кровотокам по организму двигаются липиды, витамины, гормоны, продукты метаболизма. И необходимые компоненты доставляются к нужным клеткам, либо выводятся из организма. Так как белки состоят из аминокислот, то белки являются пулом аминокислот, запасом аминокислот. Поэтому потребление белка, еще раз повторюсь, оно должно быть постоянным. Голодание недопустимо. Далее. Определенные белковые компоненты, то есть фракции, они выполняют определенные функции. Допустим, если мы говорим о фибриногене, то фибриноген участвует в процессах свертывания крови. И это тоже белок. Если мы будем говорить об участии белка в иммунных реакциях, то есть в проявлениях иммунитета, и это тоже белок, и это фракция белка – глобулины. Глобулины, которые также, вы, может быть, даже знаете, называются иммуноглобулины. Вот иммуноглобулины – это белки, и иммуноглобулины выделяют их 5 типов. Это иммуноглобулины класса А, М, Г, Д и Е. Именно эти, эта белковая фракция принимает участие в формированиях иммунного ответа. Следующая важная функция белка – это поддержание pH плазмы крови. pH плазмы крови – это очень важный показатель внутренней среды организма. Нужно сказать, что это жесткий показатель, то есть жесткая константа. Почему? Потому что показатель pH – ну что это, это кислотно-щелочной показатель, другими словами. И этот показатель в норме составляет от 7,36 до 7,4. И именно только при этом показателе pH оптимально будут происходить все экспериментативные реакции. Буду нормально существовать и каждая клетка нашего организма. При отклонении pH в ту или иную сторону может вызываться либо ацидоз – закисление среды, либо алкалоз – защелачивание среды. Говорить о каком-то оптимальном функционировании организма уже не может быть встречи. Белки поддерживают pH плазмы крови. Далее. Белки принимают участие в регуляции обмена жидкостью, то есть жидкой части крови между кровеносным сосудом и тканью. Таким образом, благодаря наличию в белках плазмы крови осуществляются обменные процессы. И клетка получает из крови все необходимое, то есть кислород и все необходимые питательные компоненты. Если мы будем говорить об отклонениях показателей нормы белка, то их существует два отклонения. Ну, прежде всего, это понижение содержания белка в крови или по-другому, это называется гипо, что означает «мало», протеин, что означает «белок» и «мия кровь». То есть дословно мы можем перевести это слово как «недостаток белка в крови». Так вот, нужно сказать, что белок в нашем организме синтезируется клетками печени, гепатоцитами. Таким образом, любое заболевание печени будет отражаться на количестве белка плазмы крови. Таким образом, заболевание печени, острые хронические кровотечения, нарушение функции желудочно-кишечного тракта. А почему мы останавливаемся именно на этой патологии? Потому что все, что связано с нарушением работы желудочно-кишечного тракта, будет отражаться на процессах всасывания, то есть усваиваемости белка. Таким образом, это будет приводить к официту белка. Ну, а также это онкологические заболевания. Если мы будем говорить о другом нарушении проявления содержания белка, то это повышение содержания белка, и это состояние будет называться гиперпротеиноми, то есть много белка в крови. Ну, много белка в крови можно встретить, допустим, при таких заболеваниях, как ревматоидный артрит, или при некоторых острых или хронических инфекционных заболеваниях. Вот мои слайды сопровождают картинки, на которых я подобрала именно те продукты, в которых содержится больше всего белка. Белок, как известно, бывает как животного происхождения, так и растительного. Если говорить о белке животного происхождения, то всем известно, что это мясо и рыба. Если это белок растительного происхождения, то оптимальными по поддержанию белка являются такие растительные продукты, как соя, горох, чечевица. Если говорить будем о крупах, то это гречневая крупа и крупа овсяная. Далее, следующий компонент плазмы крови, органический компонент – это холестерин. Все слышали про холестерин. Холестерин является показателем жирового обмена. Норма холестерина в плазме крови составляет от 3 до 6 ммл. Почему-то, когда речь идет о холестерине, считается, что это всегда плохо. Нужно сказать, что это не всегда так. Почему? Потому что холестерин, как один из основных показателей жирового обмена, он входит в состав абсолютно всех клеточных мембран. Мембрана любой клетки состоит из двух слоев фосфолипидов. И, соответственно, нарушение клеточной мембраны может привести в целом к нарушению функции клетки. Холестерин также является одним из компонентов желчи. И все, что связано с желчеобразованием, поступлением желчи в 12-перстную кишку и участием в процессах пищеварения. А также холестерин – это основной источник для синтеза половых гормонов. Поэтому холестерин – это не всегда плохо. Что нужно сказать еще о холестерине? Действительно, в определенных ситуациях наблюдается повышение уровня холестерина в крови. Эта ситуация будет называться гиперхолестеринэмия. Гиперхолестеринэмия – это симптом следующих заболеваний, таких как, допустим, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, сахарный диабет, ожирение, гипотириоз, то есть пониженная функция щитовидной железы. И обратная ситуация может наблюдаться – это пониженный уровень холестерина, то есть гипохолестеринэмия. Гипохолестеринэмия может сопровождать следующее заболевание. Это гипертиреоз, то есть наоборот, повышенная функция щитовидной железы. Это острое инфекционное заболевание и, приведем пример, еще хронические заболевания легких. Что нужно сказать про холестерин? О холестерине. Холестерин – это компонент, который содержится только в животных жирах. В растительных жирах холестерина нет. А значит холестерина нет ни в одном растительном масле, ни в подсолнечном, ни в оливковом, ни в каком-то другом. Значит холестерина нет, соответственно, ни в арахисе, ни в каких других орехах. Если мы будем говорить о растительных жирах, то в них содержится аналог холестерина, который называется ситостерин. Ситостерин, он оказывает нормализующее влияние на жировой обмен и препятствует всасыванию холестерина в кровь. Я хочу вам привести примеры продуктов, в которых содержится много холестерина. Ну, как мы поняли, что это будут продукты, жиры животного происхождения. Очень много холестерина содержится в печени, причем в печени курины. Холестерина содержится примерно 500 мг на 100 г продукта. В печени говяжьей холестерина содержится от 270 до 400 мг на 100 г продукта. И масло сливочное, тоже богато холестерином, на 100 грамм продукта примерно около 240 миллиграмм холестерина. Следующий показатель – это глюкоза. Глюкоза – это показатель углеводного обмена. Глюкоза является быстрым источником энергии. Ну, вот мы сейчас говорили о холестерине, как о представителе жирового обмена. Да, действительно, жиры – это основной источник энергии. О глюкозе мы тоже говорим как об источнике энергии, но, прощая ваше внимание, это источник быстрой энергии. И глюкоза является основным источником питания для клеток головного мозга. Норма глюкозы крови составляет у людей зрелого возраста от 3,9 до 5,8 миллимоль на литр. Если мы возьмем детский возраст, это 3,3 – 5,5 миллимоль на литр. Люди старшего возраста, то есть старше 60 лет, уровень глюкозы крови несколько повышается и становится нормальным 6,4 миллимоль на литр. Итак, как мы уже сказали, более половины энергии, которые расходует наш организм, образуются за счет определения глюкозы. И наверняка знаете, что определение глюкозы и все, что связано с глюкозой, как-то переплетается с таким понятием, как сахарный диабет. И поэтому определение глюкозы – это обязательный этап в диагностике сахарного диабета. Нужно сказать, что концентрация глюкозы – это показатель, который контролируется гормонами, вырабатываемым поджелудочной железой. Прежде всего, это гормон инсулин. Задача инсулина – понижать концентрацию глюкозы в крови. Таким образом, если речь идет о сахарном диабете, и многие знают, что при сахарном диабете нарушается образование гормона инсулина, наблюдается его недостаток, а значит, в крови повышается уровень глюкозы за счет того, что инсулин как бы не переводит, не способствует поступлению глюкозы в клетку. Значит, клетка недополучает глюкозы и таким образом как бы голодает. Опять же, разберем две крайние ситуации. Гипергликемия – это повышение уровня глюкозы крови. Когда наблюдается рост глюкозы крови? Ну, прежде всего, это сахарный диабет. Любые стрессовые ситуации, к которым можно отнести сильные эмоции, как проявление стресса, тоже сопровождаются гипергликемией. Нарушение со стороны поджелудочной железы – это панкреатин. И такой фактор, как курение, тоже способствует повышению уровня глюкозы в крови. Обратная сторона – это понижение уровня глюкозы крови или гипогликемия. Гипогликемия также сопровождает заболевания поджелудочной железы. Обратная ситуация. По какой-либо причине эндокринный аппарат поджелудочной железы начинает образовывать большее количество инсулина. Гипогликемия будет наблюдаться при отравлении алкоголем, при заболеваниях печени и при гипотиреозе, то есть при сниженной активности щитовидной железы. Источники глюкозы – это фрукты и овощи. И вот привожу наглядную картинку. Изображен виноград, который является лидером среди фруктов по содержанию глюкозы. Также, конечно, источниками глюкозы являются все кондитерские изделия. Причем нужно сказать, что это источник быстрых углеводов, которые очень быстро будут усваиваться, будут повышать уровень глюкозы в крови, будут мгновенно вызывать выброс инсулина. Но при этом состояние насыщения будет сопровождаться не очень длительное время. А также углеводы содержатся еще в различных крупах из лаковых. Мы будем говорить о медленных углеводах, которые при усвоении повышают уровень глюкозы и сопровождаются таким состоянием, как длительное насыщение. Итак, следующий компонент органического состава плазмы крови – это билирубин. Что нужно сказать про билирубин? Билирубин образуется в печени и является продуктом распада гемоглобина. Гемоглобин – это особый белок, который содержится в клетках крови в эритроцитах. Так вот, при распаде гемоглобина образуется вещество, которое называется билирубин. Образуется в печени – это пигмент, который будет придавать желчи, которую продуцирует печень, характерный желто-золотистый цвет. Нормы билирубина составляют от 3-4 до 17 и 1 микромоль на литр. Причем билирубин выделяется в фракции как прямой, так и непрямой, но здесь уже в зависимости от функционирования печени, потому что непрямой билирубин является более токсичным, а прямой билирубин является менее токсичным и водорастворимым. То, что происходит уже непосредственно в клетках печени. Итак, билирубин – один из компонентов желчи, является пигментом. Повышенный билирубин, то есть повышение уровня билирубина в крови – это симптом таких проявлений, как, допустим, недостаток витамина В12. И все, что связано с изменениями со стороны печени. Острые хронические заболевания печени. Это гепатит, это первичный цирроз печени, это токсическое, алкогольное, лекарственное отравление печени, и это проявление желчно-каменной болезни. Следующий раздел, который мы сегодня разбираем, это минеральный состав плазмы крови. Минеральный состав плазмы крови – это прежде всего макро- и микроэлементы, которые мы все с вами знаем. И они также определяются в биохимическом анализе крови. Давайте разберем некоторые из них. Итак, начнем с калия. Калий. Норма калия в плазме крови составляет 3,5-5,5 ммл. Нужно сказать, что калий – это внутриклеточный ион. То есть больше его находиться будет внутри клетки. Плазма крови – это внеклеточная среда. И содержание его за пределами клетки – вот такой калий. Но нужно сказать про калий, что он влияет на многие процессы, которые происходят у нас в организме. И прежде всего он влияет на работу нервных и мышечных клеток. Калий принимает участие в регуляции водного баланса организма. И калий – это тот ион, который будет обеспечивать при нормальных концентрациях нормальную работу сердца. А именно мы будем говорить о чистоте и силе сердечных сокращений. Концентрация калия в крови – тоже, можно сказать, довольно жесткий показатель, жесткая констанция. При увеличении этого показателя, при гиперкалиемии, сейчас будем говорить, это будет отражаться на состоянии работы сердца. И при выраженных показателях калия может даже привести к остановке. Калий улучшает снабжение мозга кислородом. Калий является как иммуномодулятор. Калий способствует снижению давления крови и помогает при лечении различных аллергических проявлений. Итак, две ситуации. Гиперкалиемия – повышение уровня калия в плазме крови. Так как калий, я сказала, это ион, который содержится внутри клеток, то любое повреждение клетки будет сопровождаться гиперкалиемией. Когда же происходит разрушение клетки? Ну, прежде всего, хочется отметить, это состояние глубоких ожогов, ожоговая болезнь, когда идет разрушение клетки, и в плазме крови будет появляться гиперкалиемия. Тяжелые травмы – это разрушение клеток крови, а именно эритроцитов, состояние, которое называется гемолиз. Допустим, разрушить клетку крови эритроцит можно различными способами. Ну, приведу пример. Гемолиз может наступить в результате действия биологических ядов, допустим, при укусе змей, различных скорпионов, каких-нибудь тарантулов. Гемолиз может наступить при иммунологичности, допустим, неправильном переливании крови. А также голодание будет способствовать изменению показателя калия крови. И обезвоживание, то есть нарушение водно-электролитного баланса. Шоковые состояния, а также это нарушение функции почек, то есть нарушение выведения почками калия. Либо это увеличение поступления солей калия в организм, то есть все, что связано с изменением диеты. Дефицит калия. Дефицит калия является состоянием, которое мы будем называть ипокалиемия. Что может привести к дефициту калия? Ну, прежде всего, это эмоциональный стресс, физическая перегрузка. Это тоже можно отнести к категории стресса. Снижают концентрацию калия крови, такие вещества, как алкоголь, кофе, сахар. Бесконтрольный прием мочегонных средств. Может быть, вы знаете, что некоторые мочегонные препараты, есть такая группа, которая называется калиесберегающие, потому что при повышенном диурезе из организма выводится калий. Итак, люди, которые любят сладкое, тоже будет в ситуации сопровождаться гипокалиемией. И люди, которые увлекаются диетой. Диета хочу остановиться. Значит, все, что связано с несбалансированным питанием, как правило, это либо ограничение в питании, неграмотное, либо это прием препаратов, которые способствуют снижению массы тела, а в основном это те препараты, действия которых направлено либо как мочегонное действие, либо как хлопительное действие, они будут направлены, действия этих препаратов будут направлены на выведение жидкости из организма, а значит и ионов. Поэтому бесконтрольный прием таких препаратов может привести к электролитным нарушениям, в том числе и к дефициту калия. Дефицит калия может сопровождаться этими проявлениями, как ослаблением рефлексов, в целом слабостью. И, соответственно, это указывает на недостаток калия в плазме крови. Значит, норма потребления калия для взрослого человека составляет в сутки примерно около 2,5-3 грамм. Я хочу назвать те продукты, которые богаты калием. Но прежде всего на первом месте лидер по содержанию калия является курага. Затем это чернослив, богат по калию. Калием богат картофель, бананы, гречневая крупа. И нужно сказать, что калия очень много в грибах. Особенно калия в грибах очень много становится, если их высушить. И их концентрация по сравнению с обычными свежими грибами в высушенных грибах повышается в 10 раз. Следующий представитель минерального состава – это кальций. Норма кальция в крови составляет 2,15-2,5 миллимоль на литр. Роль кальция тоже трудно переоценить, потому что кальций – это ион, который вместе с калием обеспечивает нормальный сердечный ритм, нормальную силу сердечных сокращений, то есть в целом способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. Кальций участвует в обмене железа, участвует в регуляции ферментативной активности. Кальций обеспечивает нормальную работу нервной системы, а именно обеспечивает передачу нервного импульса с нервной клетки на нервную клетку, а также, допустим, с нервной клетки на мышечную. Обеспечивает нервно-мышечную передачу. Кальций, если мы будем говорить о молекулярном кальции, входит в состав костной ткани, а именно это компонент костей и зубов. Кальций участвует в процессах свертывания крови, так как он является четвертым фактором свертывания крови. И нужно сказать про кальций, он является универсальным фактором свертывания крови, так как если кальций удалить из крови, кровь такая никогда не будет образовывать сгустков и никогда не будет сворачиваться. Кальций нормализует работу эндокринных желез, регулирует процессы смены сна и бодрствования, и, конечно же, без кальция о сокращении мышц не может быть речи. На следующем слайде можно отметить, когда недостаток кальция является симптомом каких заболеваний. Прежде всего, недостаток кальция сопровождает такое заболевание, характерное для детского возраста, как рахит. Здесь совместное участие витамина D и кальция. Если говорить о взрослом возрасте и о состоянии костной системы, то это, конечно, проявление остеопороза и остеомаляции. Нужно отметить, что остеопороз – это состояние, которому подвержены больше всего женщины, так скажем, в климактерическом и посклимактерическом периоде. Недостаток кальция сопровождает снижение функций щитовидной железы, также хроническая почечная недостаточность, панкреатит, печеночная недостаточность, кахексия, то есть истощение. В целом, недостаток кальция в организме сопровождается судорогами мышц, нервозностью и повышенной возбудимостью, которая будет сопровождаться бессонницей. На этом слайде отражена суточная потребность кальция взрослого организма за сутки. Это примерно от 800 до 1200 мг в сутки. Основными источниками кальция, прежде всего, на первом месте – это молочные продукты. И вот даже здесь видно, что из молочных продуктов прежде всего – это сыры. Они больше всего содержат кальций, являются лидерами по содержанию кальция. Кунжут содержит очень большое количество кальция. В продуктах растительного происхождения также содержится кальций. Это также фасоль, крес-салат и так далее. Дальше. Следующий микроэлемент, который мы разбираем – это железо. Что мы должны сказать про железо? Железо – это компонент, который входит в состав гемоглобина, как компонента, лукового компонента, гемоглобина, который содержится в эритроцитах. Основная функция гемоглобина, и эритроцита в том числе, это связывание с кислородом и доставка кислорода к каждой клеточке нашего организма. В целом, функция дыхания. И гемоглобин будет выполнять свою дыхательную функцию только в том случае, если железо, которое в нем находится, будет находиться в состоянии двухвалентности. Если же железо будет переходить в состояние трехвалентности, такое железо исключает возможность гемоглобина участвовать в процессах дыхания. Техвалентным железо может стать при окислении, отравлении различными веществами, ну, допустим, цианидами, например. Итак, норма содержания железа в организме мужчин и женщин несколько варьирует. У женщин нижняя граница нормы 8,9, верхняя – 34. У мужчин нижняя граница 11,6, верхняя такая же – 34 микромоль на литр. Почему так? Потому что для женщин характерны естественные физиологические потери крови, с чем и связаны вот такие несколько сниженные нормы содержания железа. Итак, дефицит железа в крови может быть симптомом следующих заболеваний. Прежде всего, это железодефицитная анемия, которая, как правило, имеет алиментарный генез, то есть все, что связано с неправильным питанием. А витаминоз по витамину В12, а также это острые хронические инфекционные заболевания, это острые хронические кровопотери, заболевания желудка и кишечника, гипотириоз и хронические заболевания печени. Хочу опять же остановиться на заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Все, что связано с нарушением всасывания и поступлением железа из продуктов питания в кровь, конечно, будет приводить к тому, что железа в плазме крови будет меньше. Что же является источниками железа? Источниками железа являются продукты как животного, так и растительного происхождения. Если мы будем говорить о продуктах животного происхождения, то это прежде всего, конечно, печень. В ней содержится очень много железа. Однако печень является не лидером по содержанию железа. Лидером по содержанию железа опять же являются тушеные грибы. Нужно сказать, что организм человека за сутки теряет примерно 1 мг железа. Это естественная потеря, связанная с распадом гемоглобина. И чтобы восстановить вот этот 1 мг железа, восстановить мы можем его только за счет питания, за сутки нужно употреблять железо в 10 раз больше, то есть примерно 10 мг железа. Почему? Потому что из того количества железа, которое человек съедает, усваиваться будет только 10%. Также нужно сказать, что потребление железа для мужчин и женщин тоже будет несколько различное. 10 мг железа – это норма потребления его для мужчин, для женщин. Норма потребления железа за сутки составляет примерно 15 мг. Опять же, связана с физиологическими особенностями женского организма. Следующий компонент нейрального состава – это натрий. Компонент, который нам всем известен. Он уже является не микро, а макроэлементом. И хочу остановиться на нормах потребления соли, а именно натрия для взрослого человека. Примерно 2,8 г за сутки. Для пожилых людей количество употребляемого натрия снижается до 2,2 г в сутки. Итак, элемент натрий необходим нашему организму. Он необходим для нормального роста. Благодаря натрию нормально функционируют нервы, мышцы. Сохраняется уровень кальция, какие-то другие минеральные вещества крови. Натрий помогает предупреждать тепловые или солнечные удары и участвует в транспорте ионов водорода. Нормы натрия в крови составляют 136-145 ммл. Я хочу сказать, что натрий является как раз вне клеточным ионом, то есть его за пределами клетки будет больше, тогда как в клетке будет намного меньше. Итак, натрий – это вне клеточный ион, и его вот такая концентрация содержится в плазме крови. Если мы рассмотрим ситуацию отклонения натрия от нормы, то их опять же две – это гипернатриемия и гипонатриемия. Гипернатриемия когда наблюдается? Прежде всего, когда организм испытывает дефицит воды. Дефицит воды, либо мы будем говорить о переизбытке солей натрия. Дальше. Это может быть повышенная функция коры надпочечников, это патология гипоталямуса, это задержка натрия в почках при повышенном мочеотделении, при так называемом несахарном диабете. Несахарный диабет – это заболевание, которое имеет другую причину, не связанную с инсулином, и при этом заболевании организм теряет до 25 литров жидкости за сутки. Соответственно, наблюдается повышение натрия в крови. Гипонатриемия, то есть сниженная концентрация натрия наблюдается при недостатке натрия в пище, при потере жидкости, которая может быть при рвоте, при диарее, при потоотделении. Здесь хочу остановиться. Если мы говорим, допустим, о потере жидкости организма в виде потоотделения, к примеру, в жаркое время года, организм потеет, теряет много жидкости, но при этом он и теряет много солей. И чтобы восполнить достаточное количество жидкости и обеспечить нормальное функционирование организма, вот этот дефицит жидкости нужно восполнять не за счет просто воды, а за счет минеральной воды, где находятся и вода, и основные минеральные компоненты. Но ни в коем случае потерю жидкости во время потоотделения в жаркое время суток нельзя восполнять за счет сладкой газировки, потому что сладкая газировка будет, наоборот, способствовать лечению чувства жажды. Таким образом, мы сейчас с вами затронули основные компоненты, химические компоненты плазмы крови, узнали их нормы, выяснили их значения. Теперь давайте перейдем к аюрведическому представлению. Согласно аюрведе, организм человека состоит из семи тканей, тхат – ткани, которые образуют своеобразные слои материи физического тела. Первая из этих тканей называется раса тхата. Первая из тканей тела – это эссенция переваренной пищи, которая разносится кровью во все ткани организма и буквально ее сравнивают с плазмой. То есть мы практически можем отождествлять плазма крови и раса тхата. Как мы сейчас выяснили, плазма крови обеспечивает тваринос питательных веществ и сигнальных молекул по всему организму, обеспечивает обмен их тканями в микроциркуляторном русле. Используя модуль Недана АПК Ведопульс, можно оценить состояние раса тхата. Вот я привожу для примера скриншот модуля Недана в вкладке тхату, где мы видим семь основных тканей организма по представлениям аюрведы, первым из которых является раса, и, соответственно, мы видим так называемое колесо поддержки, которое осуществует между всеми этими тканями. Давайте вначале разберем, когда наблюдается истощение и напряжение по раса тхату, и разберем значение показателей этого модуля. Итак, истощение раса тхата наблюдается при избытке тхата и избытке питта, и недостаток капхи. Когда это бывает? Это бывает при дегидратации, дегидратация или обезвоживание тканей, то есть сгущение крови. В это время происходит изменение биохимического состава плазмы крови, который будет затрагивать как электролитный баланс, в частности, можно говорить об избытке натрия и кальция, недостатке калия и магния, а также истощение раса тхату может сопровождаться изменениями показателей органического компонента белка плазмы крови. Если же мы говорим о напряжении раса тхату, то это, как правило, избыток капха, избыток питта и недостаток вата. Напряжение раса тхату сопровождает гипергидратацию тканей, то есть отеки. И при напряжении раса тхату также будет наблюдаться изменение биохимического состава крови, что будет касаться и электролитов, натрия, калия, кальция и изменение органического вещества плазмы крови, в частности, глюкозы и холестерина. Итак, вернемся к модулю недана, вкладке тхату. Количественная оценка. Количественная оценка по этой вкладке, значит, соответственно, оценивается по баллам. Истощение ткани. Мы можем говорить об истощении, когда показатели от 0 до 1. Оптимальное состояние ткани от 1 до 4. И о напряжении ткани мы будем говорить, если показатель ставил больше 4. И теперь колесо питания. Значит, колесо питания – это питание между тканями по средствам каналов. Оно может быть выражено либо в состоянии снижения, либо в оптимальном питании, либо, соответственно, в блокировке. Давайте снова вернемся к этому слайду. И увидим то, что… Вот они, показатели в баллах, и то, что учтут колесо питания. Соответственно, если мы говорим о зеленой стрелке, то мы говорим об оптимальном питании между соответствующими тканями. Если мы видим желтую стрелку, то здесь идет истощение. Красная стрелка будет свидетельствовать о блокировке, или как это в Европе называется, АМА, блок, да, интоксикация, нарушение передачи информации от одной ткани до другой. И сегодня свое сообщение я хочу закончить с демонстрацией двух таблиц, которые мы специально подготовили. Первая таблица – это травы, влияющие на расатхату. То есть здесь мы видим травы, которые влияют на расатхату в зависимости от выраженности доши, где знаком плюс указывается о целесообразности приема трав для какой-то конкретной, представителя какой-то конкретной доши, и, соответственно, минусом о нецелесообразности приема этой травы. И вторая табличка – это специи. Специи, влияющие на расатхату. Также плюсами и минусами указана целесообразность либо нецелесообразность приема для воздействия на расатхату в зависимости от преобладания доши. Нужно сказать, что и травы, и специи в целом обладают моделирующим действием на расатхату. То есть их можно применять как при напряжении расатхату, так и при истощении. Однако хочу сказать, что есть травы, которые обладают седативным эффектом. И все мы знаем, что, допустим, валериана обладает седативным эффектом, и, следовательно, ее лучше принимать, допустим, представителям эвата доши в том случае, если у них расатхату будет находиться в состоянии напряжения. А в целом и травы, и специи можно применять в качестве моделирующего воздействия. С этим я хочу закончить сегодня свое выступление. Благодарю всех за внимание. И сейчас я посмотрю на ваши вопросы. Вот какие вопросы. Вот я вижу первый вопрос. Сколько pH плазмы крови? pH плазмы крови составляет 7,36, 7,4. Это жесткая константа. Посмотрите, какой разброс между минимальным и максимальным значениями, всего-то 0,04. Поэтому отклонение как в меньшую, так и в большую сторону в меньшую будет называться ацидоз, то есть это накопление кислотных представителей, в частности, ионов водорода, то есть закисления. А увеличение pH – это увеличение щелочности, это OH ионов. Это будет называться защелачивание. Соответственно, отклонение в ту и другую сторону приводит к изменению функции клетки и, возможно, даже ее гибель. Как меняется минеральный состав в зависимости от конституции вата, пито и капха? Никак. Это константы, которые характерны в целом. То есть вот есть нижняя граница, есть верхняя граница. У женщины гемоглобин 160 г на литра, содержание кислорода в крови низкое – 93%. Что предпринять? 93%, то есть вы говорите о сатурации, да? 93% должно быть 98%. Ну, можно сказать, хотя 160 г на литр для женщины – это даже очень хороший показатель гемоглобина. Честно говоря, такие показатели сатурации быть не могут. Поэтому я сгоняюсь ответить, что предпринять. Я бы хотела видеть, что там можно говорить, если видеть еще какие-то другие показатели. Допустим, показатели ретроцитов, чтобы высчитать цветовой показатель. А так вот, ну, просто на основании этих двух показателей сказать, что это сложно. При большом потреблении цитрусовых в сутки может ли это способствовать образованию пигментации на коже лица? На коже лица, ну, вряд ли. Значит, единственное потребление, большого потребления цитрусовых в сутки может вызвать аллергическую реакцию в виде, допустим, каких-то пятен, допустим, на лице. А пигментация? Нет. Пигментация может наступить на кожу, допустим, при употреблении большого количества моркови. Можно ли употреблять порошок сухих грибов? Пищу, столь у вас. Ну, грибы белые, грибы лисички являются лидерами по содержанию железа. Конечно, только если знать, так скажем, эквивалентное соотношение сухого порошка, допустим, к 100 граммам, просто сухих грибов. Почему бы нет? Скажите, пожалуйста, нормы потребления белка в сутки. Нормы потребления белка в сутки составляют оптимально примерно 1 грамм белка на килограмм веса. То есть, если человек, да, средний человек у нас считается весит 70 килограмм, то в сутки должен употреблять примерно около 70 грамм белка, чтобы обеспечить нормальное функционирование всех физиологических процессов, чтобы не было так называемого отрицательного азотистого баланса. 1 грамм белка на килограмм массы тела. А какие показатели нужно для анализа крови, когда человек болеет у РВИ за месяц более двух раз? Ну, во-первых, нужно посмотреть общий белок. В целом бы я начала с общего анализа крови, чтобы посмотреть показатели, прежде всего, форменных элементов крови, показатели сои, о чем мы будем говорить на следующем занятии. А если говорить о биохимических показателях, то можно посмотреть такие, сделать иммунограмму, то есть посмотреть развернутый биохимический анализ, в частности, на иммуностатус. Показатели различных классов иммуноглобулинов. Следующий наш вебинар будет ровно через две недели. Информацию о нем вы получите сегодня вечером по рассылке. Сейчас хочу сказать, что там информация будет посвящена также физиологии крови, но там мы подробно остановимся на рактотхату, то есть будем говорить непосредственно о форменных элементах крови, об эритроцитах, лейкоцитах и немножечко о тромбоцитах. На этом я хочу всех поблагодарить за внимание. Большое спасибо, до свидания. Уважаемые участники, кто не успел задать свой вопрос в следующий раз, пишите их в течение лекции. Петер, я ваш вопрос передам Елене Алексеевне, возможно, мы ответим вам его письменно, чтобы уже сейчас никого не задерживать. Значит, смотрите, сейчас идет активная запись на семинар по музыкотерапии. Сегодня вечером вам придет рассылка еще о трех наших очень интересных событиях, поэтому, пожалуйста, читайте нашу рассылку. Нам очень важно знать вашу обратную связь, поэтому, пожалуйста, пишите нам на электронную почту. Всем спасибо, надеюсь, что мы вас порадовали. Продолжение следует...